Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов. Здравствуйте, господин Гусейнов. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите нам в WhatsApp 2306191. Для тех, кто звонит к нам из-за рубежа, код плюс 371. Поговорим мы сегодня о многом, но начать хотелось бы с такой актуальной повестки. Ваш комментарий в Фейсбуке о клаачном русском языке. Он вызвал большой резонанс. 5 ноября, насколько нам известно, планировалось заседание ученого совета. Какие результаты и что последовало со стороны университета в Ваш адрес? Со стороны университета ничего не последовало. Было заседание ученого сайта факультета. И там были приняты такого общего характера решения, рекомендации по выступлениям сотрудников с резонансными постами. В целом, да, потом было решение небольшой комиссии, которая называется комиссией по этике ученого совета, уже большого ученого совета университета. И большая часть членов этой комиссии рекомендовала мне извиниться перед неназванной аудиторией за мое высказывание. Ну, с моей точки зрения, мое высказывание было просто не понято. Да, ну вот как-то все так подвешено осталось. Никаких административных решений как-то не было. Так что, ну, это такая часть, какая-то такая внутри университетская. Она интересна тем, что в мою поддержку, независимо от содержания этого поста, выступили многие сотни студентов, преподавателей, которым я очень благодарен за это. Ну и писатели опубликовали письмо в вашу поддержку. Вообще, как много сейчас у вас? Да-да, много людей. Но дело в том, что очень многих людей все-таки потрясла, скажем так, реакция на это совершенно невинное заявление, потому что любой, кто умеет читать по-русски, понимает, что речь идет о языке средств массовой информации, может быть, о политическом языке, но в общем случае не обо всем русском языке. И обида, которая возникла у некоторых людей, она на самом деле была не за то, что я сказал, а за то, кто это сказал. Да, вот этот человек не может это говорить. Кто-то другой может, а он не может. Вот это такая бурная и действительно абсолютно клачная шувенистическая волна, она, конечно, сама по себе представляла интерес и многих, я думаю, потрясла. Дело даже не в том, что там она возмутительная какая-нибудь, вопрос не в этом. Она просто потрясающе обильная, эта волна. Я тоже не представлял, что такое возможно. Вы ожидали, когда написали этот пост, что будет такая реакция или что может быть такая реакция? Абсолютно нет, даже отдаленно нет. То есть у меня не было никаких, это был пуст, раздражение. Я в этот момент был на, так сказать, вот в квартире остался ночевать, и у меня не было под рукой ни одной газеты, и именно это меня, до газетного киоска нужно было очень далеко куда-то ехать или бежать. Была ночь, было как-то холодно, и мне хотелось почитать свежую прессу. Но вот ее не было под рукой, я это написал. А я много лет размышляю на эти темы и много лет удивляюсь, как у нас исчезает, постепенно вымывается бумажная пресса, которая остается вот на таком практичном Западе, остается в ходу и на ходу. И написал этот пост. Совершенно никаких, конечно, никакой не было у меня, и в мыслях не было никого ни на что провоцировать. Слушайте, я больше 30 лет публикую на эти темы гораздо более резкие высказывания, и никакой реакции на них никогда не было. И тут вдруг, ну или почти никакой, и тут вдруг такая. Она мне напомнила реакцию, которая была в поздние советские годы, вот в 88-89 году. Тогда действительно было, да, это было остро. И вот сейчас опять остро. Так что то, что я переживаю, на 90% это удивление и любопытство, а на 10% это такая вот обывательская реакция некоторого страха и отвращения. Вы сказали, что более 30 лет пишете в Фейсбуке что-то, и что вызывает реакцию, но не такую бурную, хотя, может быть, пост действительно должен вызывать эту реакцию. Ваши сторонники говорят... Только не в Фейсбуке, извините, я вас перебью. В Фейсбуке я, конечно, не пишу 30 лет. Я 30 лет изучаю русский политический язык, да? И какую-то часть этого времени, конечно, в Фейсбуке, уже, наверное, лет 10, наверное, сколько там этот Фейсбук существует. Так что вот такая поправка, да? Ну да, ваши сторонники как раз говорят, что ваш пост как раз был направлен на защиту русского языка. Да он даже не на защиту языка, как языка. Язык нечего защищать. Есть языки, которые существуют там сколько-то тысяч лет, и потом исчезают, да? Как латинский язык, например, существует в очень узком спектре в современной жизни или церковнославянской. Я, скорее, защищал сообщество на право говорить на языке, которое мысли, чувства, жизнь этого сообщества не только украшают, но и объясняют. Или не только объясняют, но и украшают. Да, язык, которым можно пользоваться, чтобы познавать окружающий мир. А вот тот клатчный язык, о котором я сказал, язык масс-медиа, язык ненависти, язык брани, он как раз людей совершенно одуряет, оболванивает. И вот против этого я выступал. И в конце я сказал, что следующим поколениям придется расчищать эти авгиевы конюшни, которые нашим поколением созданы. Что касается печатных СМИ, о чем вы сказали, как, на ваш взгляд, зачем они нужны сегодня, в эпоху интернета, различных изданий в сети? Печатные СМИ? Понимаете, противопоставлять печатные СМИ, как что-то устаревшее, эпохи интернета, как чему-то такому, вот, все заполнившему, это примерно то же самое, что противопоставлять, например, Netflix или какую-то сеть кинотеатров театру, обычному театру. Да, вот, тут можно тоже так спросить, вот, как этот театр, почему он существует, зачем вообще нужны эти люди, которые ходят, зачем они репетируют, зачем эти спектакли, когда можно сделать аниме или можно сделать мультипликацию. Бумажные СМИ, газетные СМИ существуют для познания, а интернет, по большей части, это манипуляция большими массивами данных. И интернет это всегда полуфабрикат, который вам дается как бы сразу для употребления, даже вообще говоря, просто фабрикат. А книга и газета требуют от вас, как от читательницы или как от подписчицы, которая следит за этим, сотворчество, понимание. Газета это совсем другая вещь, как и книга другая вещь, как физическое тело другая вещь. Поэтому это такой жанр общественной жизни, который существует в развитых странах, существует не просто до сих пор, а вот именно он существует. Человек берет газету и сидит с ней видит разворот, видит мировые события, внутренние события, основные темы, которые, конечно, каким-то образом организует для него профессиональная редакция, но все это пища для размышлений. А телевидение это такая форма, которая компактно представляет материал и дает его людям, в общем, не нуждающимся в таком размышлении. Телевидение тоже может быть полезной вещью. А нынешнее российское телевидение это как раз инструмент манипуляции, с помощью которого людей можно вызверить на что угодно. Объявить какую-то страну там фашистской и дальше долбить, долбить, долбить на всех этих ток-шоу рисовать образ врага. Потому что скрепить людей на каком-то развлечении, дифференцированном подходе, на каких-то размышлениях очень трудно. Сколько людей, столько мнений. А вот скрепить на ненависть очень просто. Объявить кого-то, показать что-то, составить такой калаш, монтаж и выбросить его в облике. Это очень легко. Русский язык является мощным инструментом для манипуляции. То есть, насколько он в этом смысле удобный инструмент? Понимаете, сейчас русский язык как раз не очень удобный для этого инструмент. Потому что на протяжении вот этих последних 30 лет не произошло массово через систему школ, университетов и так далее переосмысления советского опыта. Мы все время можем сравнивать это с Германией. Вот Германии после национал-социализма это было 12 лет интенсивно занимались языком. Очень интенсивно этот язык так сказать разбирали как жертву режима. А у нас этого ничего не было. Поэтому современный русский политический язык это такое варево из старых непроработанных советских клише речевых клише и новых каких-то таких квази-идеологических конструкций. И, конечно, люди в принципе воспринимают это раздражением. Поэтому в целом фон восприятия любых новостей о языке в России это фон раздражения и недовольства. И я думаю, что отчасти это происходит и в других постсоветских странах, где русский язык широко распространен. То есть я наблюдал такое. Существует желание как-то отгородиться. Как-то это такая мнимость тоже. Кажется, что чем больше мы дерусифицируем пространство, в котором живем, тем больше мы десоветизируемся. Но это не так совершенно. Потому что идеология через разные языки просачивалась. И наоборот попытка объявить какой-то язык синонимом советскости это ошибка. Как мне кажется. Наоборот, интересно посмотреть, как разные языки советизировались, что для этого было сделано. Все-таки это несколько поколений. даже в странах Балтии, которые только после войны оказались частью Советского Союза, даже там одного поколения было достаточно для того, чтобы язык повлиять на языки. Это, конечно, не так много, как три поколения, которые эту пропагандистскую машину прошли через эту пропагандистскую машину на территории остальной Российской империи, на территории Российской Федерации, в других местах, на востоке бывшего СССР. Но все-таки это тоже достаточно времени. Другой язык, на ваш взгляд, склонен к поглощению малых языков? Его энергии, его силы достаточно для того, чтобы забирать другие языки и под себя их как-то адаптировать? Понимаете, языки, тут нельзя говорить о языке, сам язык, как раз, есть такое стихотворение у Акуджавы, «Язык не виноват», заметил пан Альбрехский, да, вот Даниэль Альбрехский, который возражал против, всячески возражал против такого огульного охаивания именно языка, как языка. Речь идет до языковой политики, да, вот, начиная с 20-х годов, она была в Советском Союзе очень противоречивой, потому что, с одной стороны, русский язык оказался языком, так сказать, социального прогресса, и, мало того, языком, с помощью которого, на котором развивались другие бесписьменные языки, да, им давалось, их описывали, им давали азбуку, на них начинали создавать какие-то письменные произведения и так далее. Но была противоположная такая, противоположная, был противоположный вектор, наоборот, давить, мешать и объявлять всех буржуазными националистами, кто хочет развивать свой язык, и как раз жертвами этого другого вектора стали тысячи украинцев, да, многие там интеллигенции из стран Балдии и так далее, и так далее. Вот эта противоречивая политика, она привела к тому, что, когда Россия осталась одна после распада Советского Союза, вот те небольшие регионы, которые они называются сейчас субъектами Федерации в Российской Федерации, там, Татарстан, Удмуртия и так далее, да, их довольно много, бывшей автономии, они оказались полностью зависимы от решений так называемого Федерального Центра. И вот недавно Центр решил, что не нужно развивать эти языки, перевел все это на факультативное, так сказать, изучение, в сущности, сделав огромный шаг назад по сравнению с тем, что было в отношении к этим языкам в советское время, объясняя это, так сказать, прагматикой, ну, зачем нужно нескольким сотням тысяч удмуртов говорить на их удмуртском языке, зачем этот удмуртский язык, что это, ну, какой-то финно-угорский язык, или что он дает, пусть они все изучают русский, а так вот на уровне фольклора, так сказать, на уровне своей деревенской жизни могут говорить там у себя дома по-удмуртски, вот логика, не понимая того, что, да, люди, говорящие, это принимающие соответствующие законы, они не понимают в сущности, вообще говоря, того, что, что, такой язык для людей, если он у них уже есть, у них уже есть письменность на этом языке, есть литература на этом языке, да, есть какая-то, то есть вы создаете своими руками внутри, внутри большого многоязычного сообщества, пытаетесь создать моно, такое, лингвальное сообщество, когда другие языки могут постепенно угасать, и, конечно, это совершенно с моей точки зрения какая-то какая-то нелепая нелепая линия, они много говорили и говорят, выступал один мой замечательный коллега на этом совете по русскому языку, это, так сказать, такая проблема, просто большая проблема, я уже не говорю о языках стран-соседей, там, тех же стран Балтии, которые не представлены в русском культурном поле или в русском медийном поле вообще никак, и это, конечно, тоже совершенно неправильно, да, такое презрительно высокомерное отношение к языкам меньшинств разных, вот их мало и и бог с ними, так что тут все это мерить какими-то какой-то прагматикой такой чисто экономической мелкой, вот давайте мы не будем, давайте все средства будем как-то правильно вкладывать, чтобы всем хорошо жилось, а на каких языках эти люди говорят, неважно, она такая прагматика, мне кажется, непрагматичная. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов с нами на прямой связи, в следующей части будем принимать ваши звонки, оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова, Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев и на прямой связи по скайпу с нами профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, еще раз здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Вы также можете звонить и писать нам ватсап 230-6191 У нас есть звонок Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Ну вот русский язык, в России же очень много диалектов, например, Псковская область, на севере, на Дальнем Востоке. Иногда люди говорят такие слова, что даже из другой области человек не поймет. Как вот с этими диалектами быть? Их тоже запрещать? Что все должны на одном едином каком-то языке говорить? И еще у меня вопрос к вам. Как вы относитесь к тому, что собирается дату стояния на Угре делать праздником? То есть не праздником, а какой-то официальной датой. Ведь действительно это и татары, и еще там какие-то люди, для них это болезненно будет. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, начну с ответа на второй вопрос. Мне кажется, что это какой-то абсурд, и у меня другого отношения к этому нет, к такому поиску в точке раздела, искать какие-то дни, чтобы потом их отмечать. Да, это вроде изгнания поляков в 1612 году тоже нашли такой день замечательный. Что касается первого, что значит стоит запрещать? Вообще в области языка никакие запретительные меры я бы не одобрял. Речь не об этом. Диалектное богатство русского языка в общем такое к сожалению исчезающее богатство. Да, оно исчезало в течение 20 века из-за того, что сотни тысяч, даже миллионы людей были подвергнуты насильственным депортациям. Поэтому какие-то очаги, диалектные очаги это большая редкость сейчас. И, конечно, диалекты надо беречь всячески, изучать их, потому что диалекты это огромное богатство. Культурное богатство в первую очередь. И я как-то впервые осознал это, когда проработал много лет в Германии и увидел, как люди относятся к своим говорам, к своим акцентам, к своим локальным каким-то речевым особенностям, которые даже иногда нельзя описать как диалект. Потому что слишком мало признаков для того, чтобы называть это диалектом. Это нормальное богатство языка. И к этому богатству языка нужно относиться уважительно, потому что язык больше, чем любой его носитель, с одной стороны. А с другой стороны, каждый носитель языка свой какой-то вклад в эту общую копилку создает на будущее. Поэтому люди, себя ограничивающие в этом отношении или ограничивающие своих детей в этом отношении, они, конечно, поступают как грабители. У нас еще есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Добрый. Вы знаете, я думаю, что вы лукавители, так сказать, говоря о том, что вы не понимали, что вы говорите, и, так сказать, все это безобидно. Не вы один критикуете русский язык. Вот, например, Валентин Касатонов написал целую книгу о птичьем языке. И я лично его поддерживаю и не чувствую себя, так сказать, оскорбленным. Но именно когда это было сказано и как, вот это у меня тоже вызывает большие вопросы. Почему-то, когда Греф ваших коллеги выступает и говорят там дауншифер, Орешкин у вас выступает постоянно, и могу привести примеры, выходить в зону положительных темпов роста. Это что, значит, есть и отрицательные темпы роста? Довольно странно. А когда выступает ваша коллега Набиулина, это вообще там страшно слушать что ли? Да, вопрос задавайте, Александр, пожалуйста, чтобы гость спросить. Вот, я задаю вопрос. Почему вы именно молчите тогда, когда это нужно говорить? А сказали это совершенно, так сказать, в то время, когда это не требовалось говорить? Спасибо. Да, спасибо вам. Да, ну, Александр, во-первых, во-первых, все-таки то, что я написал, это частная такая дневниковая запись проходная, это не какое-то заявление, это не какая-то статья или книга. У меня на эту тему написано десятки статей, выпущено несколько книг. У меня есть целая книга, которая вышла в 2003 году в Москве, посвященная вот советизмам в русском языке 90-х годов, как они сохраняются, советские элементы, какая у них функция и так далее. Я написал совершенно проходное замечание из нескольких строк и довольно положительно его, кстати, сказать, завершил, и сказав, что вот в следующем поколении придется расчищать авгиевы конюшни этого нашего языка. Что значит вовремя я это сказал или не вовремя? Ну, сказал, когда сказал. Другое дело, что потом за этот пост уцепились люди, которым хотелось что-то такое накрутить. Уж я не знаю, почему. Против меня ли, но думаю, что вряд ли. Против высшей школы экономики, наверное, против системы гуманитарного образования в современной России. Мало ли, какие у них были цели. Это была явно такая первоначально срежиссированная кампания. Но эта кампания наткнулась все-таки на сопротивление людей, которые понимают, что так просто, такими дешевыми приемами шовинистическими и так далее. Вопрос не решается. Проблема языка существует. Причем в России это именно проблема русского языка, которым манипулируют, которым злоупотребляют в средствах массовой информации, которым политики, кстати, пользуются. Именно так, как вы сейчас это сказали, вы совершенно правильно сказали, что есть люди, которые говорят какой-то положительный рост, как будто может быть отрицательный рост. Это понятно. так что, когда об этом говорить? Да всегда, каждую секунду. Мы сейчас с вами говорим об этом именно потому, что общество задето этим. Вот было 29 октября этот чертов пост, я напечатал с тех пор, жизни нет, да, никакой. Неужели я этого хотел? Это смешно. Но вы, кстати, почувствовали, что проснулись знаменитым, в таком широком смысле после этого поста? Да, 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 вы знаете, надо сказать, что довольно смешно. Я, в общем, частный человек, у меня никогда не было никаких таких амбиций к известности. Мне, конечно, очень хотелось в профессиональной среде своей, какая-то у меня она была и так далее. Отчасти, кстати, благодаря издателям старой ленты Ру, которая ныне существует в Риге, как издание «Медуза», там я печатал колонки о языке в течение нескольких лет, которые потом вышли отдельной книжкой. Да, но я, скорее, отрицательно отношусь к этой известности, потому что в основном эта известность упирается в то, что мне пишут какие-то гадости, какие-то совершенно непонятные люди рекомендуют мне перебраться куда-то в аул и иметь дело с баранами и овцами и так далее, но на уровне своего понимания. Но, с другой стороны, это оказался эксперимент. То есть, в научном смысле я очень доволен, потому что эксперимент показал, что действительно, да, существует этот класчный язык, и он охватывает в том числе такие группы, о которых я даже не догадывался. Я считал, что он более-менее сознательно насаждается в определенных целях. Оказалось, что он уже очень пророс глубоко. Вот вопрос от лингвиста Кирилла Бабаева, он в фейсбуке его задает. Так русский язык класчный или нет? Пусть ваш гость ответит простым, нераспространенным предложением без депричастных оборотов. Русский язык не класчный. Но некоторые пользователи, вот без депричастных оборотов говорю, но некоторые пользователи злоупотребляют им и превращают в своих руках, в своих устах в класчные. Еще звонок у нас. Да, звонок есть? Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, вы в эфире говорите. Мы вас слушаем. Ну, сорвался на звонок, напомню. Да, еще есть звонок. Здравствуйте. Добрый день, Александр, господин Гусейнов. Выражаю вам только свое сочувствие и абсолютно согласен с тем, что русский язык в достаточно большой мере деградировал. И я не знаю, читали вы или нет выдержки из книги как бы рупора как бы России за рубежом госпожи Маргариты Симоньян, которая написала книгу, но здесь не место и нет времени читать цитаты из этой книги, но более безграмотного русского языка я своей жизни в публицистике и в прозе еще не читал. Так что, спасибо вам и держитесь. Спасибо. Ну, книга «Черные глаза», которую Маргарита Симоньян презентовала недавно. Ну, я видел отдельные цитаты, книгу я не читал, но цитаты просто, они очень такие потешные, скорее, да. Им до утки там. Там что-то про, да-да-да, про поля там. Ну, я не знаю, но есть люди, которые хотят писать. еще звонок тогда примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да-да. Господин Гусинов, вот вам не кажется, что язык вообще ни при чем, какой бы формы его не употребляли, а вот общество стало кларочным, вот это, скорее всего. Да, спасибо. Спасибо, да. Ну, вы знаете, это тоже такое, такое огромное, огромное, я бы сказал, преувеличение, потому что я говорил не о языке в целом, да, не о русском языке, как кларочном, а вот о том русском языке, кларочном, на котором пишутся, да, газеты и говорит телевидение и так далее. Конечно, часть общества, ну, вот, я тоже об этом написал, и эта фраза тоже многим не понравилась, порядком одичала, да, не все одичали, но многие порядком одичали. Так что, с этим я согласен, конечно, потому что, если бы не было этого одичания, не было бы такой, такой бешеной волны бездумного совершенно, вот, заушательства и обвинений, черт знает, в чем. Так что, вот это вот, тут я с вами согласен. Ну, а те политические процессы, которые сегодня происходят в стране, как они влияют на состояние самого языка, как они его видоизменяют? Изменяют ли вообще? Ну, язык, понимаете, язык, как сущность, расположенная во времени и в пространстве, в головах людей и так далее, она меняется очень медленно, эта сущность. и эти перемены связаны с технологией производства текстов, с особенностями разговора, речи людей и так далее. Главная трудность и главная проблема, с моей точки зрения, состоит в том, что система образования не успевает поддержать носителей языка вот в таком состоянии, чтобы они были способны выдержать этот натиск новизны. Так много новизны, что обычными школьными методами, которыми можно было пользоваться 20, 30, 40 лет назад, этого уже не перехватить. Поэтому сейчас если упрощать время, когда в языковую подготовку людей, причем не только в том, что касается русского языка, но учитывая необходимость учить один или два иностранных языка и так далее, много других факторов, учитывая то обстоятельство, что нужно учить языки программирования, это тоже языки. Вот учитывая все это, надо признать, что в область языковой подготовки нужно вкладывать, наверное, на порядок больше денег, чем это было еще 10-20 лет назад. И общество к этому не готово, как мне кажется. То есть многие ограничиваются тем, что учат английский как язык, а вот свой язык забрасывают, язык соседей забрасывают и так далее. это кажется мне большая опасность для больших стран и для маленьких стран тоже. Языки, изучение языков, особенно в странах с маленькими языками, как Финляндия, это очень дорогая вещь. И на нее должна уходить значительная какая-то часть средств, отпускаемых на образование. тогда ваше население будет во всеоружии встречать любое будущее. Оно будет образовано для познания этого мира. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да. У меня есть вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, я правильно вообще вас понимаю, что вы рады за то, чтобы, например, в России учили бы латышский язык или там истонский, за то, что нам близкого. Мы вас не слышим, к сожалению. Еще звонок пример. Здравствуйте, как его зовут? Здравствуйте, меня зовут Владимир. Да, Владимир. Мне кажется, что ваши рассуждения это как бабушка на лопатке, то есть в силу вашего возраста и ваше рассуждение. То есть смотрите, русский язык он развивается в сотнях направлений. Представляете, вот 120 миллионов россиян и примерно 20 миллионов русских, которые никогда не были в России. То есть русские в Бельгии, русские в Латвии, русские во Франции и они все развивают свой русский язык совершенно в другом ключе. Настолько, что русский эстонец, если встретиться с русским бельгийцем и с парнем из Якутии или с Вологды, то для них все эти вот звучания может быть и будут клаачными, а на самом деле это просто многовекторовое развитие. И вы посмотрите на карту, пожалуйста, вот на эту Россию, какая она здоровая. Там не может быть единой системы образования, она вся будет разная. Да, какой вопрос у вас, Владимир? Глупо рассуждать о едином русском языке. Это ошибка. Спасибо вам. Вы знаете, дело в том, что есть, когда вы говорите о том, что страна большая, поэтому там не может быть единой системы образования, это просто смешно. система образования, школьного образования единая, более или менее, более или менее везде, потому что она учитывает потребности людей, которые, например, переезжают со своими родителями из одного района в другой. Человек из Владивостока переезжает в Москву, и что он приедет, и у него будет какая-то своя там система образования была, это просто смешно. Будет невозможно высшее образование в стране, если у вас нет какой-то общей системы. Да, действительно, для больших стран это проблематично, потому что есть регионы, в которых не только русский язык, другие языки, и необходимость изучения другого языка, это тоже дополнительные средства, дополнительные усилия и так далее. Вы совершенно правильно говорите, что есть разные русские языки, русские у бельгийцев, русские у эстонцев, немножко будут отличаться друг от друга, но такова судьба и английского языка. Мы же прекрасно понимаем, что есть английский язык, на котором говорят, например, в каких-нибудь африканских странах, например, в Нигерии, и есть английский язык, на котором говорят в Соединенных Штатах, в Австралии и так далее. И это все будет, или в Индии, это все разные немножко языки, у них есть диалектные особенности, у них свои словари, но при этом, и это нужно подчеркнуть, все это, так сказать, диалекты одного большого языка, который называется английским, или вы можете называть его американским, учитывая такие отличия тоже некоторые между этими языками. Но вот этот язык в целом, конечно, един. Другое дело, что он очень велик, в нем много слов, в нем много разных произношений и так далее, но это один язык. Еще звонок у нас, да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, здравствуйте. Дайте, пожалуйста, радиоприемник и представьтесь, пожалуйста. Знаете что, не русский язык клачный, понимаете, а вот ваша вся высшая школа экономики, набитая русофобами, она клачная, в связи с этим вам нужно подать в отставку, и потом вы всю жизнь не отмоетесь от этих высказываний. Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну тогда следующий сразу принятый звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир меня зовут. Здравствуйте. У меня такой вопрос, а как вы объясняете вот эту глупую моду, вот у дымарского буквы переворачиваются там вверх ногами, и вот у каждого, значит, искажение русского языка, вот там человек говорил в разных странах, он развивается по-разному, русский язык классический, он прекрасный русский язык, и вот, например, меня больше всего коробит вот эта, значит, подмена на речи, вот вместо именно ровно, вместо прямо ровно, вместо, вот сейчас даже Киселев договорился в последней своей программе про Джокер фильм говорил, говорит, вот ровно из этого пистолета там кого-то застрелили, ну, каждого еще раз цепляет свой крючок, и вот эта мода, она передается, то есть, когда я два года назад услышал, по-моему, у этой, у Альбас, думаю, ну, значит, лишь бы что-то менять, а сейчас в новостях ровно так же, ровно, то есть, ровно забор стоит, было у всех классиков, и эта мода все больше и больше, ну, для меня это болезненно, как вы это объясняете? Вы знаете, я объясняю это просто тем, что на протяжении многих десятилетий складывалось такое ценностное противопоставление нормативного, стандартного узусу, то есть, практическому использованию языка, просторечию, и в словарях русских всегда отмечено было, да, вот это нормативное, а это просторечное, а это не рекомендуется, это рекомендуется, а это не рекомендуется, и есть такие языки, в которых все словари предписывающие, а не описывающие, да, или выходят предписывающие, а не описывающие словари, так, например, во Франции, а в английские словари описывающие, там никто вам не скажет, вот так правильно говорит, а так неправильно говорит, так что, с одной стороны, ваше раздражение, это раздражение человека, воспитанного вот в такой нормативной картине мира, все, что не попадает в норму, все это Но мы сейчас имеем дело с удивительным явлением, когда вот тут уж действительно благодаря интернету масса людей не только говорит, но и пишет, не только пишет, но и говорит. Есть такая промежуточная форма высказывания, которая на первый взгляд вроде бы письменная речь, а на самом деле мы понимаем, что это фиксация, мгновенная фиксация устной речи. И когда таких выражений, таких слов становится много, они действительно действуют на людей по принципу, а что, прикольно, вот так, лучше так сказать, можно так сказать, ровно так, вот ровно это я и хотел сказать. То есть это слово ровно вошло в устный обиход очень многих людей. Мы с вами его можем не употреблять или, например, употреблять только в каких-то редких случаях, а кто-то подхватил это слово. И, конечно, кого-то это раздражает. Ну, вообще всякая новизна раздражает. Новизна скорее раздражает человека, чем ему нравится. А есть люди, которым, наоборот, это нравится. Многим молодым людям это нравится. Смотри, они говорят во дворе не так, как моя бабушка и мама. И я, конечно, буду говорить так, как они говорят. Это совершенно нормально. Смена поколений, смена языка. Прочитайте книгу Корнея Ивановича Чуковского «Живой как жизнь» о языке. Или книги о детском языке, того же Чуковского, от двух до пяти. Они как раз показывают, как язык живёт, когда он не взят в рамки жёсткие. Вот, я так скажу. Да, ну что, звукорежиссор нам показывает, что нужно уже заканчивать. Ещё звонок нет, уже, к сожалению, не можем. Спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы. Абонент доступен, филолог, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.